Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Уборка улиц, дворов. Это и управляющие компании, нашумевшие случай, золотые парашюты, руководителям управляющих компаний Ленинского района. Есть пара вопросов от наших слушателей. Они, в общем-то, тоже укладываются в эту повестку дня. Но всё-таки я из уважения к задавшим вопрос их озвучу чуть позже. Перед тем, как перейти к теме образования, хочу вас всё-таки спросить, какие сейчас изменения происходят или будут происходить в связи с трагедией, произошедшей в конце декабря, когда из жизни, к превеликому сожалению, ушёл Василий Купрянович Цураев, который руководил фракцией «Справедливая Россия» в областном ЗАГС-собрании. Какие планы сейчас по партийной линии? Ну, я считаю, что это невосполнимая, конечно, утрата Василия Купряновича. Невозможно заменить ни в партийном, ни в политическом, но и особенно в хозяйственном смысле. Я считаю, что это, наверное, человек номер один, разбирающийся, притом с практическими навыками в сельском хозяйстве и в животноводстве. Невосполнимая потеря для Кировской области. Ну, а партия? Всё равно должна жить, работать. Ну, я согласен с этим. Должен прийти человек в ЗАГС. Ну, я считаю, что и в партии с его знаниями, конечно, это тоже невосполнимая утрата. Но вот так устроена жизнь, что на смену старшему поколению приходят молодые. Там у нас в области, я депутат городской, я в ЗАЭС. Ну, мы обменились мнением с Василием Купряновичем. По многим вопросам мы советовались и координировали, выстраивали общие отношения. Команда-то была одна, когда на выборы-то живет, да? Да, да. То есть у нас в этом плане мы и в хозяйственных вопросах, там, всё, что касается нашего бизнеса. То есть мы в одной нише работали. Ну, и по политическим, но, я считаю, по подходам идеологическим к тому, что происходит в обществе, в стране, в городе, в области, у нас никогда не было разногласий. То есть мы единомышленники. Сегодня то, чтобы брать ЗАЭС, конечно, там, у нас, во-первых, вообще взять справедливую Россию, я очень доволен кандидатами. По крайней мере, это все честные люди. То есть там никто не ловит политических дивидендов. Этому, кстати, способствовала позиция там Василия Купряновича в области там и моя в определенной степени в городе. Что мы не брали людей, которые, ну, пытаются прийти в политику и решать свои личные вопросы, вопросы бизнеса. А как раз поработать, кто готов поработать и потратить свое собственное время, потому что депутатская работа, это общественная работа, это неоплачиваемая работа. На то, чтобы, на благо развития города и области. Вот Павел Дорофеев неделю назад, член фракции «Справедливая Россия», ВЗС, заявил, что если коллеги ему доверят, то он готов бы возглавить фракцию. Вы бы лично поддержали Павла? В принципе, да, Павел Дорофеев, он с опытом, он в городской думе был. Вы знаете, я вот скажу вообще нынешнее время управления, если там 20 лет, 30 лет, 40 лет назад в управлении, в теории управления, менеджмента были такие вещи, что вот там, и как вот у нас сегодня в стране, упор делается на одного человека, да, то есть на Владимира Владимировича Путина. И все строится вокруг него. Это очень зыбкая проблема, ну, то есть вот был Путин, а был президентом Медведев, понимаете. Ну, вот разные люди, и, соответственно, а провал произошел в моем понимании там, ну, достаточно большой. И сегодня при формировании команды должно, знаете, как вот на футбол выходит 11 человек, капитан команды один. И вот он уходит с поля на замену, он передает другому. И вот примером команды должна быть командная работа, вот я за командную работу, когда 1, 2, 3, 4, 5 человек могли бы надеть на себя капитанскую повязку или там повязку главы фракции. Ну, раз уж вы заговорили, упомянули, вернее, руководители нашего государства, ваше отношение к тому, что справедливая Россия все-таки не выставляет кандидата на ближайшие президентские выборы, а поддерживает действующего главы государства. Как вы это оцениваете? Ну, я не могу оценивать, я ведь не член справедливой России, я просто во фракции, да. Ну, мы все понимаем, какая у нас сегодня система, и если брать вот откровенно моя позиция как гражданина, ну, понятно, что альтернативы Владимира Владимировича в нынешних условиях, тем более все это завязано на внешнюю политику, на все это, ему альтернативы нет. Ну, при всем моем уважении, мне очень нравится Павел Грудинин, ну, Владимир Вольфович, я как к глобальной фигуре нашей российской политики отношусь, ну, понятно, что не тот, не тот, но сегодня не станут президентами, это всем понятно, там. Ксении Собчак, тоже самое, наверное, за ее мужественную позицию, хрупкой женщиной, которая идет туда. К Явлинскому с большим уважением отношусь, к Титову, к Борису однозначно. Ну, вот мы же понимаем, что у нас не будет альтернатива, будет Путин, к сожалению или к счастью, но вот он сильный кандидат. Другой вопрос, у меня есть претензии, как у человека, к тому, что к внутренней политике, к экономической политике, к тем вещам, вот я считаю, вот сегодня у нас проблема создалась с детскими садами, с школами, а почему никто не контролировал территории, это у нас, в Кировской области, в городе Кирове, почему никто не контролировал? И когда создавалась программа, помните, майские указы президентские, когда принимали решение о том, что по материнскому капиталу стимулирование рождаемости, а почему не проверяли, ребята, мы стимулируем рождаемость, рождаемость глобально поднимается, а нам не хватает детских садов и школ. Эта проблема была понятна. Почему не был сделан следующий шаг, а потом еще... Ну, я уверен, что вот я говорил об этом и говорю, помните, когда все говорят, что Владимира Васильевича Быкова ругаете, он был главой города. Я неоднократно в 12-м, в 13-м году выступал с тем, что давайте примем программу социальную, что нам необходимо будет сделать в связи с тем, что рождаемость возникает. И вот эта программа по наличию мест в детских садах, в школах, по заполнению садов, она появилась только сейчас, в ноябре месяце. Сейчас Владимир Вениаминович взял небольшое количество страниц. Это все называется как раз только программа, где дана оценка образовательной сфере, областного центра. Дефицит у мест в детских садах, в школах. Сколько заполнено мест, сколько не хватает и так далее и тому подобное. Ну, раз уж давайте вы... Мы перешли к этому. Давайте до перерыва дадим какую-то картинку. Да, по детским садам у нас сегодня 8 детских садов, у нас в дефиците. То есть это порядка 1600 мест. Вот прямо сейчас, в данную секунду, Кирову не хватает 8 детских садов срочно. Притом это для детских садов с трехлетнего возраста. Хотя президент нам ставил, вообще президент ставил в майских указах 2012 года, с 1 января 2018 года во всей стране. Все ученики должны были перейти в школу. В одну смену. Не выполнен. О чем мы думали. С года в год об этом говорить. Претензия, может быть, и к Владимиру Владимировичу, и к правительству. Ребята, а чего не контролировали это исполнение на местах? Я считаю, что в Кировской области, наверное, одна из самых тяжелейших ситуаций. Нам сегодня, 1 сентября 2020 года, кровь из носу, нужно 9 школ. 9 школ. А 8 детских садов? А 8 это уже сегодня. Уже прямо сейчас. Это уже прямо сейчас. То есть 1 сентября 2017 года они должны были быть. Да, да. Вот сегодня нам нужно 9 школ, 1 сентября 2020 года, остается 2 с половиной года. Одну мы строим в Урванцево, сдадим. Вот сейчас с 1 сентября пойдут люди. Одну в чистых прудах в 2018 году. И вот сейчас ставится в 2019 году. Сейчас ставится вопрос вот о 24 школе, то есть о внебюджетных деньгах. Это третья школа. А где еще шесть? А у нас крайне необходимо шесть. И это не только для того, чтобы сделать в одну смену, для того, чтобы некоторые моменты такие вот проблемные разгрузить. Не секрет, что даже вот... При таких темпах две смены-то они останутся, мы не успеем. Конечно. Даже Александр Викторович Перескоков, вот он где-то в июле или в августе на одном из последних совещаний признал, что у нас сегодня вторая смена составляет уже 33%. 32 с копеечками. Вот и поэтому видно по плану. 32, то есть это фактически две трети учатся в первую смену, одна треть, то есть 67%, так грубо говоря, в первую, 33. А до 50%-то остается всего 18%. То есть в последние годы вот эта часть вторая смена, она растет все? Конечно растет. 20%, 30% и так далее. Мало того, я вам хочу сказать, ближайшие 4 года, я знаю, сколько детей родилось, сколько ходят детские сады, у нас идет увеличение. Для примера, вот для простого, чтобы понять. Вот берем 10-ю школу, да. У них выпускается, ну, в принципе, может быть, 20-ю вискок. 40-е, 50-е, да. Мы берем, у них, например, 11 классов 3 сегодня, да. Там, предположим, 7-е, 8-е, там, ну, 5-е, 6-е уже идут по 4 класса, да. А с 1-го по 4-й по 6 классов. А в этом году, я боюсь, что нужно будет и 7-е, и 8-е, а школа-то уже зашкалила за 1500 человек. А школа не резиновая, да. Конечно, уже за 1500. Хочу сказать про 28-ю школу. Она вообще рассчитана на 750 максимум. Лицей информационных технологий. Да, при том это в двух сменах. А они сегодня там в 1100 упираются. А по 24-й школе даже вообще говорить что-нибудь. У нас вот даже из этой схемы видно, что... Нет, мы будем говорить про 24-ю школу. Все-таки позиция родителей тут хотелось бы, чтобы ярко так прозвучало. Конечно. Вы же общаетесь с родителями на всех мероприятиях, на всех встречах присутствуете. Ну, давайте об этом после небольшого первого. Давайте. Особое мнение Владимира Журавлева, депутатом Кировской городской думы. Забыл напомнить вам, слушатели наши, о том, что на сайте нашей радиостанции есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого. О, вопросы идут. И тоже про 24-ю школу. И там еще про центральный рынок. Ну, хорошо, давайте. 24-я школа. Глава Кировской администрации Илья Шульгин сегодня был у нас в дневном развороте. Озвучил позицию мэрии по данному вопросу. Ну, временный вариант. Да, все уже читали, наверное, все знают. Воровского 74, центр повышения квалификации. Запланировано строительство новой школы. Есть большая группа родителей, недовольных тем, что придется далеко ездить. Да, из того района я видел телесюжет, где мамочки так очень нервно, очень взволнованно. Говорили о том, что там порядка 40 минут займет только поездка на автобусе для того, чтобы добраться до Воровского 74. Ну да, они все замерили, сняли все на видео, померили даже по километражу 5 километров от 24-й школы. Конечно, это не совсем все нормально. Но вот я, во-первых, поддержу то, что сказал Илья Вячеславович Шульгин. То есть, потому что это выработка, вот, наконец-то, впервые глава администрации. Из всех, вот я был депутатом при Драна Дмитрия Николаевича. Простите, Владимир Владимирович, когда вообще эта тема-то всплыла с 24-й школой? Ну, во-первых, эта тема всплыла в 13-м году. В 13-м, да. В 13-м году, когда мы потеряли возможность построить 24-ю школу наискосок от 10-й, это угол Володарского и Роза-Лексембурга, Роза-Лексембург 56, где сейчас возник огромный домище, который 24-этажный, хотя выдавали решение на 16 этажей, айсберг. Вот здесь у нас бы прекрасно вписалась школа, она была бы на месте, она была бы рядом с 13-й спецшколой, сзади детский сад, который относится к 29-й школе гимназии гуманитарной, и к которой там начальная школа. Сзади же находится музей Александра Грина, который, представляете, вот даже в архитектуре, ну, это просто уродство. 24-этажка непонятно какая, и рядом на одноэтажной наш. Единственный, наверное, один из самых известных писателей классиков Александр Грин. Музей его, он просто потерялся. А тут бы все вписывалось, образование, музей, детский сад, школа, спецшкола, все вместе, это был бы такой, знаете, определенный парк образовательный. Образовательный такой городок. А так получился урод 24-этажный. Кому это такая нравится архитектура, ну, давайте поспорим. Я думаю, что большинство 99% скажут, что это урод. Но я уверен, что люди, живущие, семьи, живущие в этом доме, у них есть дети, которые посещают 24-ю школу. Я в этом вижу ни эстетики, ни логики, кроме как жадности застройщика, который лепит 24 этажа, чтобы получить больше денег. Вот и все. Ладно, хорошо, в 2013 году, да, проблема с 24-й школой была озвучена, что места не хватает. Вот место, да, озвученное уже под строительство новой школы, перекресток профсоюзный, и Карла Маркса, Слобода Шевели, так называемая. У нас сегодня слушательница звонила в эфир и говорила, вы что там, нельзя ничего строить, там же высоковольный лэп проходит. Нет, она... И вообще тут завод рядом, и как тут с нормами-то ладить? Ну вот я сейчас поясню. Во-первых, у нас это единственный сегодня участок, первый. Теперь расскажу про опасения. Первый момент про промышленную зону, нахождение рядом шинного завода и из кожи. Во-первых, вот тот застройщик, который пытался здесь освоить вот этот овраг, построить многоэтажные дома, он перевел. И вот хочу сказать, я вам как депутат даю слово, что, во-первых, у Пирелли, что сегодня на шинном заводе работает итальянская фирма, мировой лидер Пирелли производства шин. У них сегодня вообще нет выбросов. Они... Технология вот варки шин, она происходит таким образом, я был на этом предприятии и получил плюс к этому и бумаги. Варка шин, она такая, что они полностью все очищают, потому что это мировые стандарты, они же в Европе у них заводы в том числе. И они упускают воздух даже чище, чем снаружи. Это что касается Пирелли. Теперь что касается из кожи. Фактически вот раньше была вред, сама технология пропекания там резин, смеси и так далее, она была, ну, совершенно другая. Сегодня даже, знаете, вот просто если испечь по такой технологии любую продукцию, даже самые такие российские, ну, или какие-то там другие предприятия, они просто не возьмут, потому что они соответствуют экологическим стандартам. И сегодня из кожи давно отошел от производства, вот того производства по черной резине, которая коптила. И сегодня здесь зона промышленная отодвинута, она изменена, поэтому можно было строить дом, соответственно, можно строить и школу. Но вот слушательница абсолютно правильно говорит, там есть лэп, там есть другие коммуникации. Что и остановилось сегодня частного инвестора, который собирался построить. Это очень дорого. И то, что вот абсолютно правы, что нам нужно засыпать этот... А частный инвестор, а можем уже озвучить кто это? Ну, это было ССК. ССК. Да, они сейчас ведут переговоры с Леонидом Вячеславовичем Шульгиным о том, что вот этот участок нам передать под школу, понятно, что с какими-то компенсационными там вещами, может быть, там по другим участкам и так далее. Это Илья Вячеславович ведет переговоры. Там уже, в честь и прочего, очень потрудиться нужно будет над тем, чтобы поднять, собственно, грунт. Ну, во-первых, да, потрудиться. И там еще, знаете, то есть хотели построить тоже многоэтажный дом. А представляете, как углубиться в этот овраг там по фундаментам и так далее. Трехэтажная школа, если все усыпать, все это сделать, это будет ровная площадка. В принципе, вы знаете, даже... Два с половиной гектара по нормам, да, ведь нужно под новую школу? Да, два с половиной. Это включая школьный стадион? Да, да, и бассейн. Бассейн еще. Здесь вот шикарная школа у нас, в центре такой школы нет. Мало того, я даже не знаю мест, где мы могли бы сегодня в городе, а не на окраине построить такую школу. Поэтому ЛЭП ее придется переносить. Это дорого, это по согласованию, это несложно. Я считаю, что Илья Вячеславович настроен решительно. И мало того, есть закон, почему-то мы им раньше не пользовались, об изъятии муниципальных, для муниципальной нужды и земель, и требования перекладки коммуникации и так далее. Источники финансирования этого проекта? Источники финансирования, совершенно правильный вопрос. Вот смотрите, у нас до 2020 года уже прописано в области, а область курирует этот вопрос, три школы. Это первая школа на 2018 году, это в Урвансе. Вторая школа в 2019 году, это чистая прудна, это и есть деньги. И третья школа, она рассчитана в Зуевке, да, в Зуевке у нас появится новая школа в области. Других денег не было. Сегодня президент принял такое решение, выделить дополнительность с премьер-министром 60 миллиардов, вместе с предельством Российской Федерации, дополнительность 60 миллиардов рублей, это в бюджет вошло в 2018 году, то есть эти деньги есть, они приняты, на строительство конкретно новых школ. И Илья Вячеславович, исходя из этого, он нам представлял этот доклад в своем видении, я с ним согласен. У нас 82 субъекта федерации в Российской Федерации, мы делим 60 миллиардов. Это за исключением городов федерального значения? Да. Нет, вместе с городами, 82. Дождите, 85 у нас субъектов в стране. Ну, хорошо, 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 пусть так. Ну, насколько я понимаю. Было 83, Крым присоединили, и еще Севастополь дали статус города федерального значения, плюс 2. Ну, я не видел с номерами 85, 84, 83, а вот 82 я видел, 81, 82. Ну, ладно, не суть. Не суть. Мы делим на 82, и нам, если поровну всем сестрам, по серьгам, если их брать, то нам выделяется где-то порядка, вот в простой арифметике 670 миллионов. Это как раз та сумма, которая нам должна с лихвой хватить на то, чтобы построить здесь современную школу. Вот. Поэтому мы из этого исходим. Но вдруг произойдет так, и мы должны быть готовы к этому. А вдруг скажут, ребята, а вот я слышал, Калининград и решил эту проблему. Значит, Калининградская область у нас выпадает из этого. Хотя там ведь есть, наверное, районы. За счет каких-то своих местных ресурсов. Да, может, там выделят из-за того, что у нас такая проблема. Если, я опять же хочу обратиться к губернатору Игору Владимировичу Васильеву, ну, попробуйте там прокачать. Вдруг нам идут на две школы. У нас здесь сильно острый вопрос. Может быть, не как в других городах. Может быть, на три школы. Но на одну железно. И Илья Вячеславович сказал, вот мы должны, я думаю, что это вопрос согласован, предварительно согласованный с Игорем Владимировичем Васильевым, что мы построим в центре школу. Я думаю, что это будет большая победа общественности. Ну, и в том числе вместе с администрацией города и с правительством. Вот Ольга, кстати, которая пишет о нашем сайте, хакиров.ру, затрагивает такой любопытный нюанс. Она требует подтверждений, что школа точно будет построена. И требует подтверждения, что ей будет присвоен номер 24. Я хочу сказать, конечно, уважаемые радиослушатели, граждане, жители города Кирова, власть у нас народная, требуете всегда. Но сегодня я соглашусь, что оно решение принято на словах. Но мы понимаем, на бумаге это до конца не прописано. Я знаю, что по выделению, в том числе, денег на переезд там, вот, в Новоровского 74 части школы. СМОПРО-19В, Новоровского 74. На ремонт 24-й школы. Летом на текущий ремонт такой внутри, чтобы мы должны сделать, в том числе, там, поднять столовую из подвала на первый этаж. Там уже это мы все проработали. И директор школы очень проработал хорошо, Людмила Васильевна. Школа изменится. И для обучения с 1 по 4 класс она подходит. Понятно, что это предварительно. Этого еще нет на бумаге. А там намного просторнее, кстати, станет, если там начальная школа останется только. Ну, конечно. Представляете, там учились, обучались с 1 по 7 класс, а будут с 1 по 4. Но я вам хочу сказать, что мы все равно не уберем вторую смену. Там порядка где-то, насколько я понимаю, где-то 8-9 кабинетов получается. Поэтому 1-4 классы будут учиться в 1, 2, 3, 2. То есть мы не избежим. Но, по крайней мере, там и тот спортзал, который имеется, ну, он хотя бы под малышей-то подойдет. Будет свободнее. Раздевалка будет свободнее. Там все остальные моменты. Люди не будут стоять вдоль стенки хотя бы ходить. Даже, знаете, там есть, извините меня, проблема такая. Даже в туалет сходить. Большое количество детей. Но это сложнее. Очередь. Конечно, очередь. А родителей-то, учеников, которые будут ездить на Воровского 74, беспокоит только вот этот вопрос? Долго добираться? Ну, в принципе, я думаю, что основной, да. Основной, да. Я их понимаю. Да, 5 километров неудобно. Но вот там вопрос в администрации решается. Ну, по крайней мере, как минимум. Ну, вот тут смотрите как. Депутаты предлагали вопрос. А давайте сделаем бесплатные проездные для детей с 5 по 9 класс. Потому что, ну, извините меня, это дополнительная нагрузка. Ну, мы понимаем, с другой стороны, как законодатели, что это будет прецедент. Понимаете? Остальные дети, остальные родители детей других школ скажут, слушайте, а наши дети тоже ездят. Дайте-ка нам бесплатные. И будут правы по закону. Понимаете? Бюджет, он общий. Нельзя в одну сторону там одним давать, другим не давать. И это всегда справедливость. Власть, это всегда справедливость. Ну, смотрите. Две поездки в день в школу и обратно. Это почти 50 рублей. Конечно. 20 учебных дней в месяц. Дополнительные тысячи. Я согласен. Понадобится на дорогу. Каким-то образом мы должны компенсировать это. Это без сомнения. Сейчас у нас небольшая реклама будет. Это особое мнение Владимира Журавлёву, депутата Кировской городской думы. Вернёмся через полторы минуты. Особое мнение на 101FM. Перехожу к следующему вопросу Владимиру Журавлёву. И тему Парк Победы, конечно же, я хотел сегодня поднять в особом мнении. Но я оттолкнусь от вопроса Михаила на сайте хакиров.ру. Готовы ли вы взяться в борьбу за Парк Победы? Я могу ответить сам на этот вопрос. Владимир Владимирович не переставая борется за него с того самого момента, как, собственно, эта земля была продана. А если придётся вернуть эти 338 тысяч рублей нынешнему обладателю земли? А если он неустойку выкатит за недополученную прибыль? А если протестующие требуют наказать виновных, кто виноват, и поплатятся ли виновные? Вот такие вопросы. Ну, вопрос замечательный. Ну, давайте я напомню. На днях появилось открытое письмо группы активных граждан, депутатов. Вы, в том числе, подписались под этим письмом. Да, да, да. Инициировали этот процесс, в том числе. Вместе с ЛДПР, с Проливой России ЛДПР инициировали этот процесс. Как депутата Городской думы, так и депутата УЗС. Денис Ерохин, ваш коллега, во вторник тут в эфире говорил, что Единая Россия тоже поддержала. Тут нет такой партийной принадлежности, он сказал. Тут здравый смысл. Ну, на самом деле, да. То есть, нужно сказать, что это единое мнение честных, конструктивных людей. Государственников, так сказать. Которые ратуют за общественно-государственные интересы, а не за интересы конкретных личностей и каких-то олигархов. Да, это такое было совместное. Нас поддержала общественность, нас поддержали простые граждане, которые собирались за это. Теперь, вот в чем вопрос. Вот смотрите, то, что это была незаконная продажа, как, знаете, мне некоторые там люди, которые... Ну, я знаю, что интересантом выступал тот, кто в городе лоббировал этот вопрос. Это был Владимир Васильевич Быков. Ну, я видел его интервью по поводу... Его сказал, что да, вопрос решен во всех этих... Владимир Васильевич... Накануне он прокомментировал на брифинге. Там уже все совершено. Состоялся акт, заверенный, утвержденный судебными решениями. Это инициатива, которая будет рассматриваться... Ну, в смысле, вот это открытое письмо. Но эффекта, что кто-то что-то расторгнет, не будет. Без доброй воли того, кто этот участок приобрел. То есть, собственник есть собственник. И отстаньте. Ну, вот смотрите, я с Владимиром Васильевичем на Думе, наверное, раз 10 спорил. Всегда оказался в юридических вопросах про ФИА. Его понимание... Вот давайте вспомним, кто Владимир Васильевич по образованию? Войны. Ну, понимаете, он не в экономических и юридических вопросах, извините меня, не может выступать экспертом. А я вам хочу сказать, что вся эта... Не забывайте, что первое решение суда, которое вынес там судья районного суда одного, оно было, что однозначно неправомочное, неправомерное продажа. Да, но потом вмешался Александр Викторович Перескоков, используя там свои связи. Они начали там ряд действий. Они мне понятны. Они мне понятны. Почему это сделано? Ну, все это... Вот белыми нитками шито... Сегодня изменились кардинальные вещи. Вот кардинальные вещи сегодня. Я вам хочу сказать, да, тот суд, действительно, да, он закончен. Но, когда говорят, слушайте, вот, Владимир Ильич, скажи мне, вот почему ты считаешь, что вот это незаконно, а ведь суд вы незаконно, погодите. А кто оспаривает? Прокуратура оспаривает. У Следственного комитета есть вопросы. У ФСБ есть вопросы. Ребята, если бы сегодняшние хозяева и вот те, кто фигуранты этого дела, знали, какие силы против них ополчились, да они бы завтра же пошли бы и отдали участок земли. Теперь я вам рассказываю, что это. По новым основаниям, сегодня администрация города, а у нее нет сегодня выбора, подаст в суд. И спокойно это выиграет в гражданском производстве. Почему до этого не было уголовки? Потому что... Подождите, давай-то, ладно, уголовки не было, не было. Что сейчас-то делать? Погодите. Сейчас администрация города подать в суд. Она не может, она по нашему требованию обязана обратиться в суд. По вновь открывшимся обстоятельствам. Что это за обстоятельства? Нанесение ущерба городу. То есть недополучение... Конечно. Огромного количества миллионов рублей. На тот момент мы продали за 330, по-моему, 8 тысяч участок в 4,5 гектара. Рыночная цена его другая. И сегодня там в открытую... И нам сказали, я помню, Перескоков задал вопрос, он у меня стоял вот так вот в небо смотрел и ни о чем не говорил. Я говорю, что там будет построено? Стадион. Молчит. Ну, когда глава администрации так, ну, это просто не солидно. Подождите, это участок-то, он уже выкупался, по-моему, под спортивное сооружение. В рамках, ну, там же арендатор был, он имел право приоритетное выкупить этот участок за меньшую сумму по закону. В этом, если под спортивное, это одна цена. Если бы он выкупал под жилье, это было бы 400 миллионов. Ну, 200 на тот момент минимум. Сегодня стоимость 400 миллионов. Я исхожу из того, все это уже озвучивают, и там Ирина Васильевна, главный архитектор. Сегодня подмогоэтажное строительство в городе стоит миллион рублей одна сотка. Давайте считать. Там 4 тысячи с лишним, умножайте, получается 400 миллионов. 400 миллионов. И сегодня там никто не скрывает, этот участок продают под застройку. Вот я не знаю, что недавно там, по-моему, одной из крупных компаний, по-моему, Киров спецмонтажа, было такое предложение. Оттуда была информация. То есть вот этот купленный в 15-м году участок, за какую сумму предлагают? Не знаю цену, не буду говорить. Но не за 338, я полагаю, мое суждение рассказывали. Нет, вот где-то за несколько сотен миллионов рублей. За несколько сотен миллионов. Поэтому там, и вот смотрите, а у нас сегодня законодательство такое вот сделали, что если в гражданском производстве идет суд, уголовка не возбуждается. Хотя, в моем понимании, основания для уголовки есть. Но сегодня поменялись условия. И сегодня мы сейчас это сделаем, вновь, скажем, с обстоятельством, обжалуем, выиграем гражданские суды. У меня в этом сомнения нет. И после этого уже будет установлено, что да, несоразмерность суммы, незаконность, и полетит уголовка. А уголовка, она будет направлена, вы знаете, вот я считаю, что вот когда те люди, которые делали, Владимир Алексеевич Быков, интересант, по крайней мере, он там ходил в администрацию города. Сегодня уже в администрации города люди начинают говорить, мы делали вот это, это, потому что нам сказали. Ну, я считаю, я знаю, что там, может быть, интерес Александра Викторовича Перескокова нет, но я не знаю, кто это подписал, договор, так я и не получил ответа, кто подписал. Ну, или он подписал, подписал ли он сам в марте 15-го, или кто-то его из замов. Ну, полетят головы. И в рамках уголовного начнут шерстить все, и все показания снимать, и вот нам тогда-то картинка выльется. Поэтому, чтобы не доводить до уголовки, я думаю, те люди, которые сегодня выкупили это, и фигуранты, вам нужно быстро бежать и самим договариваться с администрацией по возвращению и без всяких компенсаций. Потому что иначе, ну, я бы, конечно, довел до уголовки, понимаете, потому что вот это отношение из-за парка победы в городе, да оно настраивает очень многих людей. Я считаю, что даже в некоторой степени при выборах Игоря Владимировича Васильева, вот то, что он взял туда к себе рядом Быкова, понимаете, у многих было сомнение. Хорошо. Он проиграл даже. Владимир Владимирович, давайте про парк победы. Я душой-то всецело с вами устремился в одном с вами направлении, конечно. Парк победы жалко. Я хочу сказать... Нет, просто хочу остудить пыл немножко. Сегодня Илья Шульгин в нашем эфире, глава администрации, сказал, что есть некий компромиссный уже вариант наклевывается решение этой проблемы. Но требовать полного разрада, муниципальную собственность этих гектаров, малоперспективно. Хотите, скажу. Но он, Илья Вячеславович, во-первых, недавно столкнулся с этой проблемой. Раз. Во-вторых, инициатива... Я знаю, что ему еще не подготовили полный спектр документов по этому вопросу. Во-вторых, инициатива исходит не от него, она исходит от депутатов ЛДПР, Справедливая Россия и коммунисты. Все поддержали, все оппозиционные партии. И многие, кстати, депутаты Единой России в том числе. Ведь там ведь Единая Россия, она совершенно сегодня другая. И все видят в этом. Вот то, что я вам сказал, я за это отвечаю. И что перспективы есть огромные. В том числе и до уголовки. А Илья Вячеславович, он, ну, он как бы хозяйственник. Он, может быть, всех моментов не знает. Я-то этим занимаюсь пять лет. Поэтому для меня это все понятно и очевидно. Или пока сдерживает себя от каких-то резких заявлений. Нет, я думаю, что он не спешит с выводами. И, наверное, совершенно правильно. Мало того, те люди, которые сегодня возглавляют департамент муниципальной собственности, департамент юридический, да это люди, которые делали все по переводу Парка Победы. Кто ему будет говорить обратно? Я уверен, что они пока сдержаны. Говорят, да все ерунда. Я считаю, не ерунда. Мало того, это не только мое мнение. Это мнение серьезных правоохранителей, в том числе генералов наших. Это вы, сейчас сказать, личный канал. Это я Владимиру Вячеславовичу Александру Викторовичу Перескокову. Сделайте обратно шаги, пока не поздно. То есть тут, я считаю, что уголовка вполне может реально. Тем более в нынешнее время, когда настроен жестко президент. Головы послетают и все. Я не могу себе представить, чтобы в год президентских выборов что-то тут полетело, как-то ситуация спокойствия будет поддерживаться. Мы не видим, нет, я знаю, что некоторые чиновники пытаются сдержать. Но мы же понимаем, вот как сложно было сдержать маму 24-й школы, потому что накипело. Мало того, да не понимаешь, что перед президентскими выборами хорошо, что вот решение нашлось. Илья Вячеславович проявил, как бы, то есть дал всем быстро-быстро-быстро задание, все в экспресс побежали и начали делать. А что раньше-то делали? Те же самые люди. Значит, не тот пастух был, я имею в виду глава администрации, который не вникал ли по какой-то причине, не был заинтересован. Извините меня. У нас все возглавляет Единая Россия, а президент четко сказал. Три вещи, которые должны занять муниципалитет. На первом месте это детские сады школы. Второе, это ЖКХ на третьем дороге. У нас все три вещи фактически провалены. Владимир Вениаминович, вот тут еще какой нюанс хочу затронуть. После нашего эфира во вторник, когда мы говорили про это открытое письмо, нам стали звонить наши слушатели. Они звонят и говорят, скажите, пожалуйста, где мы можем поставить подписи за возвращение Парка Победы в муниципальную собственность? Куда идти? Я вчера звонил Виталию Браму, он сказал, что вот мы сейчас думаем над этим вопросом. Будет такая возможность у жителей города снова включиться в компанию по сбору подписей? Потому что каждый голос нам, каждый очень важен. Но вот сегодня мы нашли такую возможность. И мало того, мы подкрепились, я не буду скрывать, позиции правоохранителей, которые говорят, ребята, задавайте тон, начинайте. Мы поддержим, мало того, у всех проглядываться перспектива уголовного дела. Сначала гражданское. Гражданскую мы выведем легко, потому что нет главного. Раньше позиция главы администрации Александра Викторовича Перескокова была, что нам это выгодно, что ущерба нет. А сегодня глава администрации новая, он занимает другую позицию. Вот и все. И сегодня губернатор у нас другой, не Никита Юрьевич Белых, который тоже занимает государственную политику. И я вообще, сегодня у нас некоторые моменты продолжаются, некоторым даже депутатам городской думы, которые сегодня пришли там решать свои вопросы, и хочу помахать платочком красным, ребята, ваши дела, которые раньше проскакивали при Владимире Васильевича Быкове, они не проходят, и при Александре Викторовиче Перескокове. Это будет другой политический фон. И те люди, которые, Владимир Васильевич Быков, Александр Викторович Перескоков, но это люди уходящие, все, они не соответствуют времени. Ну хорошо. Дай бог, чтобы они ушли по-хорошему. Но вы все-таки подумайте над тем, если люди хотят поставить свою подпись. Нет, мы с Виталием Брамом обсуждали с депутатами, и, конечно, нужно дать возможность. Куда-то прийти и, собственно, оставить свои данные и координаты. Конечно. Две минуты до конца. Владимир Вениаминович, как вы считаете, руководство УК Октябрьского района ждет та же судьба, что и руководители Ленинской управляющей компании, которые ушли с золотыми парашютами. Вот 15 декабря был совместный рейд наших руководителей, и Елена Васильевна Ковалева потом, в том числе у себя в Фейсбуке, написала о том, что либо работаете, либо, ну я уж так перефразирую. Ну, вы знаете, я считаю, что это просто несусветная накласть. Я про Ленинскую компанию знаю, и у Ленина Васильевича были такие же вещи, и депутаты все. Представляете, это та компания Ленинская, которая у нее долгов там под 300 миллионов, которая там не выполняет свои обязательства, на ней много столько косяков. И эти люди, которые пришли буквально несколько месяцев, они проработали. Мельников, наверное, с полгода проработал, который глава. И они получают там, один Мельников получает миллион, и три зама, в том числе два зама и бухгалтер, получают по 500 тысяч. Извините, у меня два с половиной. А у меня такое ощущение создалось, что они не рассчитывали на то, что эта информация попадет в эти источники. Они думали, что это все как-то вот пройдет незамеченно. Я хочу сказать, что это просто обнаглели, и это вот, я считаю, слабый момент. Александр Викторович Перескоков к вам, потому что в апреле вы издавали закон. Вы, ну, вот, понимаете, вот, здесь должен быть глава администрации, хозяйственник. Нелояльный, не тот, который вот... Александр Викторович всегда считал себя сильным руководителем. Да какой сильный руководитель? Никто не боится, и никто ничего не делает, понимаете? Самое главное, почему? Человек не вникает и не делает правильных действий. Или хочет быть хорошим, оказаться. Ну, смешно. Вот поэтому это от позиции Александра Викторовича. Мельников, это его кариатура кадровая. Я, например, как депутат, предлагал другие, которые могли бы справиться и управлять нормально. А Мельников пришел туда сам, набрал троих людей. Представляете, я хочу... Вот Ленинская, она вся в долгах, у них хватает совести себе. За какие такие заслуги? Что они там такое подвигали? Какие сделали? Ну, Октябрьская ТУК. Отвечайте на мой вопрос. То же самое. Уйдут эти люди. Я бы вообще зачистил очень многие управляющие компании. Многие. По одной простой причине. И понимал, что в законе, вот где я живу, в доме, у нас работает ТСЖ. Это более правильно. Нет этой УКшки, и у нас нет ни воровства, ни ничего остального. Нет ни уплат по жилью. Мало того, это обходится существенно дешевле. Другое качество обслуживания. Мы все пытаемся... Я понимаю, что управляющая компания, это от необходимости, потому что в доме в большом не могут люди договориться. Очень плохо нужно договориться. Так и будете плохо жить, пока не договоритесь. А еще такая мысль, ведь это не последний приход, не последний уход на должность руководителя управляющей компании. Сколько их людей там поменялось за последнее время? И что, они всегда с такими золотыми парашютами уходили? Если подумать над этим. Ну, насколько я понимаю, вот я, честно говоря, у меня нет такой информации. Я думаю, что у нас и по другим муниципальным предприятиям, возможно, была такая же ситуация. Просто она не афишировалась. А здесь, ну вот я еще по двум предприятиям знаю, когда получили парашюты золотые. Я думаю, что да. Это как раз плохое руководство. Это такая система была, такая традиция, по моим ощущениям. Да, знаете, это не традиция, это наглость, я считаю. Наглость. И руководителя, и именно главы администрации просто на это не реагировали. А депутатам это не было известно. Я только сейчас не совсем понимаю, о чем Илья Вячеславович говорит. О том, чтобы вернуть эти деньги обратно. Я думаю, что это возможно. Или каким-то иным образом. Нет, я уверен. Вот смотрите, в апреле вышел документ, подписанный Александром Викторовичем Перескоком, который запрещает себе получать вот такие, такого размера. Я думаю, что это в нарушении этого документа. Поэтому да, нужно возвращать эти деньги. Заставлять их возвращать. Истекает время нашей беседы. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Встретимся. В ближайшее время обязательно. Жизнь кипит в нашем городе. И хорошо. До свидания. Всем удачи, всем до свидания. Я думаю, что наконец-то политика, она немножко встает в нормальное русло. Но обращение к жителям, гражданам. Не давайте спокойно никому из нас жить. Тормошите, требуйте. И депутатам, и чиновникам, и всем людям, которые отвечают за... Да. Раз они уже назвались груздем, то полизайте в кузов и выполняйте свою деятельность. Но люди, которые чиновники, которые не могут справляться с этими обязанностями, ну я рекомендую. Время поменялось в стране. А я считаю, что когда Владимир Владимирович на новый срок придет, ну тут полетят головы. Я знаю, что в области, в городе полетят головы. Хорошо, спасибо. Мы еще побоюем, как говорится. До свидания. На 101FM